Пошел в топ-30 студентов России в прошлом году, и я написал просто историю о том, чтобы создать такой телеканал, он мог стать международным, с пользовательским контентом, так что, например, каждый из вас, вот вы, например, представили свой проект, и мы бы его показали на этом телеканале. Так что очень много людей перестало смотреть телевидение, я не знаю, кто из вас смотрит телевидение, поднимите руку. Вот такие скромные руки. Кто читает книги, кто читает книги. Кто читает книги? И больше, как все! Где ты для всех говоришь, что все читают книги. А YouTube? Я думаю, что получилось так, что я пригласил туда все свои достижения, портфолио, и это послужило тем, что хорошие оценки, которые я получал, в университете, и это все послужило тому, что я там вошел в топ-30 студентов России и стал студентом года, несколько раз в разных местах, но это вот просто потихонечку-потихонечку находить возможность, у вас есть возможность сейчас уже где-то принять каких-то участия в конкурсах, также и грант можно. Вы нашли, вы добились многого, а что теперь, что дальше? Работа предлагалась и в Китае, и в Москве. Сейчас я пытаюсь понять, куда дальше нужно выстраивать свой профессиональный путь, чтобы, как я и сказал, то есть, чтобы эта творческая реализация, я, в принципе, дедуля говорил об этом, она была, это важно, и это чтобы было и хорошо оплачивалось, и было интересно и с творческой, и с финансовой составляющей. Вот, поэтому, я думаю, что, как она выведет, очень хороший вопрос, потому что в прошлом году я тоже ушел с телеканала, ну, с студенчика, сейчас я с регионального ушел, и получилось так, что я проработал дизайнером, массажистом, экскурсоводом, кем только не работал. И в апреле получилось так, что... Нам надо к нам! И подруга, потом, случайно, я шел в спортзал, и она говорит, слушай, у нас сейчас последний день кастинг на ТНБ, и она говорит, не хочешь попробовать? А я смотрю, там, вот 25 лет, мне 25 лет не было, я написал, что мне 25 лет, а у меня 20 лет. И я пришел, и получилось так, что вот этот единственный кастинг, и как бы, и что там, как-то так... Я еще оделся так нестандартно, я думаю, что именно в этот день я мог решить белые кроссовки надеть и красные. И я надел одну белую, одну красную. Вот, и когда... У меня были прям кудри, я еще милированный был, в сережках. И я прихожу, когда на кастинг, все, конечно, так смотрят, улыбаются, так, здравствуйте. А когда заходит руководитель по информационной политике, а на всех вот так посмотрел, мальчик на меня указывает, вот эту мальчика посмотрите, пожалуйста. И все, нет. Я понял, что, видимо, уже все решено. Вот, ну, то есть, поэтому, да, надеюсь, я ответил на вопрос. Я надеюсь, что мои запросы в Небесную Канделяю сейчас работают. Можно еще один вопрос? Вы на данный момент в абсолютном рейтинге просмотра занимаете 3334 место. А за этот месяц занимаетесь 35 место. Вы бы хотели стать номером один? По номере один в рейтинге просмотра. Это что из-за рейтинга? Рейтинг... Большинька Баба и я в Небесную Канделяю. Мне кажется, я занимаю там байк. Я не знаю, именно это Россия или именно Казань, но вы занимаетесь в абсолютном рейтинге просмотра, в интернете в 1000 мест. Ты что, ты просмотраешь? Это где такое? Это 10-я лициклассность такой. Пока вы рассказывали себе, я пытался про вашу по найти в интернете, про вашу чуману пишут. Совсем вообще ничего. Я тут студент, ты что? Ну что, вам не писать-то? Ну, вы занимаете трехтысячное место в рейтинге. Вы не хотели стать номером один? Ну, надо быть первым. Надо быть первым, я думаю. Вы пропустили мой вопрос. Откуда вы черпаете свою мотивацию? Откуда вы какие-то вопросы? Мотивацию? Я думаю, что я черпаю мотивацию в музыке. Я очень люблю музыку слушать. Хорошую музыку. Популярную британскую, американскую, что-то из российского. И я думаю, что я черпаю в хороших фильмах мотивацию, в хороших работах журналистских. И я думаю, что черпаю в людях, которые меня вдохновляют своей красотой, своим увлечением, не важно в чем. Может быть это увлечение в танцах, увлечение в искусстве. Они рассказывают, мы о чем-то обсуждаем. И вот этот поток, он как бы передачник энергии. Я поделился с ними, они поделились со мной. Про историю с последним шоу, которое мы отстяли. Но я не знаю, когда они его выложат. Спрашиваем уже. Может поднимемся в рейтинге? На 800-ое место выйдем. Сейчас такая тема. Мы с друзьями иногда занимаемся съемочной деятельностью. Ну чисто между друзьями. Допустим, с ним. Все, кто вопрос поставил, задает. Вот у нас процесс идет, идет, идет. Потом где-то на полпути все обрывается. Там желаний нет. Мотивация, потому что это парабоны. Кто не хочет. Давай завтра. У вас был какой-то опыт? Мы снимали развлекательную программу со студентами. И знаете, вот к чему я пришел только в этом году? Нужно, чтобы у вас... Я не знаю, насколько вам сейчас рано читать или не читать. Есть такое понятие про корпоративную культуру. Я только в этом году об этом стал задумываться. У нас много было неправильного распределения ролей. То есть кто-то должен быть конкретно оператором. Кто-то конкретно актером. Кто-то конкретно организатором всего этого. То есть либо распределить так функции, чтобы у вас 4 человека, и вы знали, кто за что отвечает. Чтобы не было вот этого эмоционального гарантия, что вы на полпути бросаете. Либо находим то, что вам действительно интересно, чтобы это привести до конца. Либо может быть сейчас не время, и вы вернетесь к этому проекту. Бывает и такое. В 16 лет я поехал на языковые курсы на 2 месяца. И делал просто фотографии. Здесь вот, в общем, сам это сверстал. На русском написал, потом перевел на английский. И получил такой грант. Это, в общем-то, такой уникальный проект. Потому что это всего 100 экземпляров этой книги. Один из сотни отправляется к тебе. Вот. И сдаст мне подпись. Значит, найду твою память от автора. Найди то, что тебе нравится делать. А потом найди кого-нибудь, кто будет тебе за это платить. Британская журналистка Кэтрин Уайтхол. И помни, что человек на 99% делает себя сам. И только 1% это обстоятельства и окружение. С наилучшими пожеланиями и успехом вашим. Максима, поздравляю тебя. Тебе тоже с плотностью. Только здесь уже, значит, цитаты от кубинского поэта Хосе Мартина. Самая трудная профессия – это быть человеком. Так что с наилучшими пожеланиями тоже тебе успехов. Спасибо большое. Удачи. Молодец. Все. Успехов вам. Успешной учебы. Давайте. Хорошо учитесь.